Идеи И это проблема в каждой семье. Люди мучаются, страдают и погибают. И научные сотрудники тоже несут за это уже ответственность. Почему? Почему не решается проблема? Ну, говорят, из-за сложности проблем. Проблема сложна. Но я считаю, что не только из-за этого, а и в силу традиционного степодхода. Подход устарел. Подход, который используется для борьбы с опухолями, он основан на представлениях о волшебной пули, которую сформулировал Паул Эрлих, великий ученый. В конце XIX-начале XX века. В чем была его идея? Что сейчас мы найдем химический препарат, который, как пуля в мишень, должен ударить по патологическому какому-то микробу и его убить. И надо сказать, что он преуспел. Он изобрел первый препарат против сифилиса, сфильмарсан. Он положил начало изучения сульфонидов, к которым относится стриптоцит. Понимаете, да? То есть Паул Эрлих основоположенник современной химиотерапии и современной фармакологии. И она не работает против рака. И вот осознание научным сообществом того, что она не работает, приводит к тому, что мы ищем новую идею. И такую идею мы сформулировали. И много лет над ней работали. И вот в 2014 году вышла в издательство Элзевер Академик Пресс книга моя в 18 городах мира. Потом она была переведена на русский язык в издательстве нашего политехнического университета. А сейчас она переведена на китайский язык. И будут ее изучать китайцы. Значит, о чем книга? Вот об этой гипотезе. Мы сформулировали гипотезу эволюционной роли опухоли. А положительной эволюционной роли опухоли. Это очень парадоксальная идея. О чем она говорит? Что наследуемые опухоли на ранних стадиях своего развития, прогрессии, могли играть роль в эволюции организмов, предоставляя дополнительные клеточные массы для работы эволюционно новых генов и их сочетаний. И таким образом для происхождения новых типов клеток, тканей и органов. Вот такая идея. Что опухоли могут играть, оказывается, роль в эволюции. Ну хорошо, вы скажете, а почему эволюция? Ну патология понятна. Но эволюция это при чем? Оказывается, что ничто в биологии не имеет смысла, если не рассматривается с точки зрения эволюции. Это максимальное утверждение, которое сформулировал Федор Добжанский, наш русский ученый, который стал великим американским ученым. Так бывает у нас, да? И в общем это принимается. То есть если вы хотите что-то в биологии объяснить, вы должны дать ему эволюционное трактование. И вот смотрите, что получается. Хорошо, следующий вопрос. Ну ладно, а какие вообще свидетельства в пользу того, что опухоли как-то связаны с эволюцией? Номер один свидетельство, что опухолями болеют все многоклеточные организмы. То есть не только человек, а вот все многоклеточные, животные, растения, все филогенетическое древо болеет опухолями. Если оно так распространено, значит это зачем-то было нужно, наверное, да? Да? Затем, ну вот вообще, чтобы играть роль в эволюции, это что-то должно наследоваться. И вот оказывается, что значительный процент опухолей уже доказано, что он наследуется. Это не принято говорить, знаете, так сказать, чтобы не волновать пациентов. Но существуют высокораковые семьи даже, да? Вот например, рак молочной железы. Это известно, он наследуется, да? И поэтому даже превентивные операции делают женщинам, понимаете? И наконец, ну это вы вообще первый раз от меня услышите. Так вот, оказывается, что большинство опухолей не убивает своих хозяев. И мы о них ничего не знаем, об этих опухолях. Мы знаем только о тех, которые убивают. А о тех, которые не убивают, мы не знаем, и мы их не изучаем. А мы не знаем, почему они не убивают. Вот те, которые убивают, мы знаем почему. А те, которые не убивают, мы не знаем. И это надо изучать. И вот надо изучать, а какие свойства опухолей могли использоваться в эволюции? Есть ли вообще такие свойства? Вот я эволюция, я смотрю и вижу, что таких свойств на навалом у опухолей, во-первых, в опухолях активируется множество генов, которые не работают в нормах, а в опухолях они работают. Но это же здорово, понимаете, мы сейчас попробуем. И опухоль вообще работает, знаете, как поисковик. Она ищет новые сочетания, новые сочетания, новые сочетания. И вот этот поисковик, он чего-то может найти в эволюции. Если я был бы в эволюции, я бы это использовал. Теперь я еще одну вещь вам расскажу, вы наверняка о ней не знали. Клетки опухолей, даже злокачественные, они способны дифференцироваться с утратой злокачественности. И на этом основана, в частности, так называемая дифференцировочная терапия лейкозов у детей. Раньше все дети умирали от этого лейкоза, а сейчас все они выздоравливают, понимаете. То есть это уже используется даже вот в практике. И дальше, понимаете, удивительные свойства опухолей. Вот этот морфогенетический потенциал опухоли, значит, опухоли могут образовывать новые формы. Вот посмотрите, какие. Это вот рога у человека. Эта статья была опубликована в 1642 году. И с тех пор эти рога у людей успешно растут. Ну так и описываются, понимаете. Но самым интересным свойством опухоли, которое интересно для эволюции, является то, что опухоли предоставляют избыточные нефункциональные клеточные массы. А эволюции это очень надо. То есть в эволюции маленькие организмы выросли до больших. Откуда клетки взялись? Ну говорят, ну клетки же делятся. Ну да, делятся, но они все регулируются, и все эти деления. То есть избыточного ничего произойти не может. Если это избыточное, то это опухоль. Значит, получается, что вот то, что многоклеточные организмы выросли, то, что вот они из маленьких стали такими большими, как мы, или слоны, это благодаря опухолю. Вот если послать вот такой вот слайд, да, или препарат онкологу и спросить, что это такое, а онкологи часто друг друга спрашивают, что это такое, вот какая это опухоль. И онколог отвечает, это папиллома. А что ты спрашиваешь-то, что-то сам не видишь, что это папиллома. А правильный ответ – это зачатки рогов у предкуколок, жуков, у каких-то там жуков. Это значит, что же, это получается, вот нормальный процесс развития, он что, имитирует опухоль, или опухоль имитирует нормальный процесс развития. И при этом задействованы одни и те же гены там какие-то, понимаете. С другой стороны, вот сто лет уже известна теория о том, что опухоли могут развиваться из эмбриональных зачатков. Это называется теорией эмбриональных зачатков Кангейма. Это что такое? Это вот какие-то эмбриональные клетки остаются, а потом они дают начало опухолям. И вот сто лет это была теорией, а в прошлом году ее доказали. Вот эта статья из Сайенса 2018 года. Изучение единичных клеток, а сейчас можно изучать, выбрать одну клетку, ее изучать ландшафт генетический. И вот оказывается, что ландшафт генетической клетки опухоли почки совпадает с генетическим ландшафтом эмбриональной почки. То есть теория Кангейма, которая сто лет волновала ума, она доказана в 2018 году. Таким образом получается, что у нас? У нас получается, что есть общие черты эмбрионального развития и опухоли генеза. И к чему они приводят эти общие черты? Они приводят к тому, что опухоли рассматриваются как атипические органы. То есть опухоли – это такой не совсем нормальный орган. Сейчас поясню. А с другой стороны имеются опухолеподобные органы. Значит, что такое атипические органы? Ну, во-первых, что такое органы? Органы – это такие морфологические образования у нас в организмах, которые состоят из стромы и паренхемы. Стромы – это соединительная ткань, кровеносные сосуды, клетки. А паренхем – это стволовые клетки и менее или более дифференцированные клетки. Так вот, оказывается, что опухоли точно так же устроены. И когда это онкологи увидели, они очень удивились. То есть что, получается, что опухоль – это необычный орган? А может, тогда из него может и обычный орган возникнуть? Понимаете, да? Чем они отличаются? Оказывается, что опухоли, вот эти дифференцированные клетки, менее дифференцированы, чем в норме. То есть они дифференцированные, то есть специализированные, но как-то так не так. И поэтому обратная связь портится, стволовые клетки больше размножаются, и получается опухоль. И вот мы с этой регуляцией будем сейчас сталкиваться снова и снова. То есть опухоли там, где нет регуляции. И чтобы опухоли не стало, надо восстановить эту регуляцию или сделать новую регуляцию. Теперь перейдем к опухолеподобным органам. Значит, мы говорим с вами, что оказывается, что опухоли имеют структуру органов. С другой стороны, оказывается, что некоторые органы имеют структуру опухоли. Какие это органы? По крайней мере, плацента, молочная железа и простата. Когда люди изучают плаценту, они вообще задают вопрос, а чем плацента от опухоли отличается? Это просто опухоль. И свойства опухоли, прогрессию опухоли изучают на примере плаценты. То есть плацента как модель опухоли. Ну так удобнее просто людям изучать. Молочная железа. У женщин самый частый рак и самая частая причина смерти от рака. Простата. У мужчин самый частый рак и самая частая причина смерти. Что общего у этих опухолеподобных органов? Оказывается, все они инвазируют. Что такое инвазия? Инвазия – это основная причина смерти от опухолей. Инвазия – это прорастание опухоли в соседние ткани. И вот оказывается, все эти органы тоже инвазируют. Но как-то иначе. А как иначе? А регулируемо они инвазируют. То есть они инвазируют, ну так, умеренно инвазируют. Не убивая хозяина. Уже я сказал, что вот у этих двух органов высокая частота возникновения опухоли. Высокая частота. И это связано, оказывается, все эти органы, они эволюционно новые. Они возникают у плацентарных, у млекопитающих. И если отложить на графике возраст органа, а у нас самые молодые органы – это вот плацента, молочная железа и простата. И возраст этого органа, да? И частоту возникновения опухоли, то вот молочная железа, простата и вот здесь вот они находятся, да? И люди не могут это объяснить. Как так получается? Значит, если у них эволюционно новые органы, и у него самая высокая частота возникновения, с чем это связано? Что с опухолями это связано? Эволюционная новизна органов? Нет, этого не может быть, говорят люди. Но мы-то объясняем, что это может быть. Поэтому там и высокая частота опухолей, что они из опухолей произошли. Понимаете? Здесь еще на этом графике очень интересная вещь. Видите, если экстраполировать вот этот график, да? Да, все абсциссы. То оказывается, что сколько-то миллионов лет назад не было опухолей вообще. Это были очень простые организмы, у них еще не было опухолей. Таким образом, если предположить, что опухоли дают начало органам, мы объясняем этот парадокс. Одно из основных свойств новых теорий, гипотез и идей – это объяснение. Надо объяснять то, что другие не объясняют. И вот мы объясняем. Но еще более важным свойством новых идей, гипотез и теорий является нетривиальные предсказания. То есть мы должны предсказывать нечто такое, что другие теории не предсказывают. И у нас есть несколько нетривиальных предсказаний. Я вам только два покажу. У нас их много. Вот мы нетривиально предсказывали, нетривиально это все подтверждали. И сегодня мы разберем предсказания о том, что возможен отбор опухолей на новые функции в организме. И то, что в опухолях должны работать с эволюционно-новые гены, это содержится вообще в формулировке гипотезы. Значит, вот это золотая рыбка, львиноголовка. Видели когда-нибудь таких рыбок? Я вот когда первый раз увидел, я сразу понял, что вот это опухоль. Но, значит, что такое вообще львиноголовка и что такое золотые рыбки? Они были отобраны искусственным отбором селекционерами из простого карася. Селекционеры это были китайцы в основном. И в течение тысячи лет они отбирали вот красивых золотых рыбок. И один из видов, которых они отобрали, были вот эти вот львиноголовки, раньше там оранды. То есть это разные разновидности вот этих золотых рыбок. И вот такая симметричная форма говорит о том, что это орган. Вот новый орган образовался у рыбки, да? Но иногда этот орган, видите, так разрастается, что уже рыбка не дышать, не смотреть не может. И мы провели большой очень опыт. Мы выращивали этих рыбок, сотни этих рыбок в течение долгих лет. И смотрели на них в микроскоп. И смотрел доктор медицинских наук Забежинский. И он не верил в эту идею совершенно. Совершенно не верил. Потому что он доказал, что так оно и есть. Что это опухоль. Что это доброкачественная опухоль, которая отбиралась в течение тысячи лет. И которая стала нормальным органом. То есть наше предсказание... Интеллектуально это очень красиво. Это просто в исполнении. Но интеллектуально, представляете, отобрали опухоль, получили орган. Но надо было тысячу лет отбирать. Это более сложный случай. На этом слайде показаны эволюционно новые гены, которые работают только в опухолях. И я не могу вам вот здесь вот это все объяснить. И я вас призываю поверить. Вот этим молодым людям, трем молодым людям, которые писали три гена. Каждый из этих генов эволюционно новый. То есть он только у человека. Даже у шимпанзе его нет. То есть он возникает у человека. И во-вторых, он экспрессируется, работает только в опухолях. Вот эти полоски говорят, что он в опухолях работает. А вот отсутствие полоски, потому что он в нормах не работает. Ни в одной норме. Из доступных нам норм, нам сейчас экспериментально, доступно 53 нормы человеческих. И десятки опухолей. Вот смотрите, эти три гена работают 23 опухоли. О чем это говорит? И не работают в нормах. О том, что возможно универсальная профилактическая вакцина против рака. Какие выводы можно сделать из того, что я вам сказал? Ну, во-первых, что опухоли могут играть роль в эволюции положительную. Что отсюда следует? Отсюда следует, что надо договариваться с опухолями. Не убивать их, а договариваться. Нам надо, чтобы пациент жил, а не то, чтобы опухоль убивать. И понимаете, если эволюция договаривается, значит и мы сможем договориться. На каком языке договариваться? А вот на этом языке мы открыли эти гены. То есть мы открыли гены. Вот я вам показал три гена. Мы их открыли 300. 300 генов. Которые работают во всех опухолях. Не работают ни в одной норме. И ни в одних стволовых клетках. То есть это фантастика. Это очень оптимистический прогноз, я вам скажу. Это прогноз о том, что еще вот в нашем веке, в 21 веке, мы разработаем универсальную профилактическую вакцину против рака. И, наверное, против других хронических заболеваний типа СПИДа. Спасибо за внимание.